Один из лучших медицинских вузов страны. Начальный этап карьерной лестницы медика. Но куда дальше могут повести ступени? Подсказка есть в стенах самого вуза. Чтобы расти, надо держаться корней. Руководство Брянской области подтверждает, подпитка для роста есть. Сегодня в Московском медицинском университете имени Сеченова более 400 ребят это наши земляки. К тому же ректор вуза, академик Петр Глыбочка, тоже наш брянский. Так что связи крепкие. Я тоже из Брянской области. Поэтому когда смотришь на наши просторы, поля и так далее, оно всегда подъезжает в Брянскую область, сердце начинает сжиматься. Вот я думаю, что у вас это тоже будет со временем. Мы хотим поговорить о том, что сегодня есть в Брянской, в Брянской области, как развивается здравоохранение. В начале встречи проректор вуза отметила высокий уровень школьного образования на Брянщине. Привела цифры. 155 человек из вас поступали по свободному конкурсу. У них было достаточно высокий балл ЕГЭ. У них было хорошее портфолио, поэтому они поступили сами самостоятельно. Малое очень число из 400 учатся на платной форме. Это всего 5%. У нас возрос балл ЕГЭ для тех, кто поступает из Брянска. И сейчас он уже составляет 85,5 на балл ЕГЭ по зачислению на целевой набор. Это достаточно высокий набор. Когда ребята поступают по целевой квоте, вы видите, практически 90 баллов ЕГЭ – это высокий показатель для региона. Сегодня в Брянске молодому медику предоставляют серьезную социальную подушку. Такого нет ни в одном регионе страны. Брянская область – единственная с такой богатой программой поддержки медицинских кадров. Вы знаете, ребята, сегодня, когда мы поднимались сюда, то вот там вот хорошая такая большая картина, где дерево. И у него большие-большие корни. Это еще лишний раз говорит о том, что мы всегда должны помнить свои корни. И мы всегда должны искать счастье там, где родились, где выросли. И где можем сами себя реализовать. Вот мы сегодня, Брянская область, мы именно нуждаемся в вас. Молодых, перспективных, креативных, которые сегодня получают, как я сказал, лучшее образование. И которые сегодня нужны для системы здравоохранения Брянской области. Молодые специалисты-медики вернутся в другую Брянскую область, подчеркивает губернатор. Область, которая не тянется в хвосте. Область, где через дефис идет слово «лидер». Наша Брянская область именно другая. Нам сегодня не стыдно за область. Мы сегодня являемся, знаете, по многим направлениям, мы являемся лидерами. Ведь, если промышленность, то наш Брянский завод, БМЗ, сегодня выпускает 80% всех тепловозов России. У нас Клинцовский крановый завод выпускает 37% кранов, которые выпускаются в нашей стране. У нас сегодня выпускается 20% литья, снегоходы, 35% грейдера. Мы сегодня лидеры и по производству КРС в сельском хозяйстве. Смотрите, сегодня Брянские остейки, они известны везде. От Калининграда до Дальнего Востока. Какую зарплату могут предложить в Брянской медицине? Социальные гарантии и жилье – это главные вопросы. Их губернатор тоже решил. Каждый, кто приедет работать в область или район, получит квартиру. Мы в прошлом году соглашили миллиард рублей, в прошлом году начала работать программа, купили 41 квартиру, на этот год 500 квартир. И мы вот эти мероприятия будем продолжать и дальше. То есть мы понимаем, что сегодня для того, чтобы привлечь молодых ребят, мы должны создать им условия. Заработная плата сегодня для молодого, кто приезжает в область – 50 тысяч рублей. И мы это гарантируем через УМС и через областной бюджет. Но еще нужно создавать свою семью, нужны жилищные условия. И вот квартиры, которые мы будем выдавать, как социальный найм на 10 лет, 10 лет на ваш. Но это не только зарплата, жилье, но это и перспектива карьерного роста. То есть нам сегодня нужны и новые молодые завод деления, и главврачи, то есть нужны и управленцы. Привлечь сегодня область может не только зарплаты и квартиры, отмечает губернатор. Это и возможность профессионального роста. Больницы сегодня оснащают самым современным оборудованием. Врачи могут делать уникальные операции. Большие средства мы сегодня укладываем в здравоохранение. По прошлому году 540 миллионов рублей было потрачено на закупку нового оборудования. Только было приобретено 3 ангелографа. За 3 года закупили 171 машину скорой помощи. И вот сегодня, когда я говорю ангелографу, то к нам поехали специалисты, именно молодые врачи. Приехали у нас со Смоленска, с Калуги, с Тулы, с Курска. Закупаются в Брянской области автомобили для терапевтов. Внедряются современные информационные системы, например, электронные карты больного. Начали использовать брянские врачи и телемедицину. Это необходимо для консультаций с коллегами из других городов и оказания удаленной помощи. Еще один важный момент. Молодой специалист получит моральную поддержку на новом месте работы. Активно практикуется наставничество в брянских клиниках. В любом случае, вам придут старшие товарищи и помогут, подскажут, расскажут. Для студентов Сеченовского университета такая встреча – уникальная возможность задать вопросы лично губернатору и первому лицу от здравоохранения области. Квартиры, которые предоставляют служебное жилье, они выделяются в самом городе Брянске или в других городах области? Мы говорили, что стартовые зарплаты будут начинаться в области минимум с 50 тысяч рублей. Какие дальнейшие перспективы? Вопрос жилья интересовал и нашу землячку Анастасию. В Сеченовском университете она проходит целевое обучение в ординатуре от Брянского перинатального центра. Я задала вопрос, могу ли я претендовать на жилье, несмотря на то, что у меня есть прописка в самом городе Брянске. И я услышала положительный ответ. Мы общались непосредственно с руководителем департамента здравоохранения Брянской области, с губернатором Брянской области. Могли задать все интересующие нас вопросы. Исходя из итогов встречи, можно сказать, что наше будущее в надежных руках, что наше начальство, руководство области, департамент здравоохранения будет всячески поддерживать молодых специалистов. Кстати, тезка Анастасия полтора года назад получила ключи от квартиры из рук губернатора и работает как раз в Брянском перинатальном. В новой квартире с ремонтом уже подрастает дочка. Это живой пример работающей региональной программы. Интересовало, ребят, а будет ли в Брянском регионе работа для молодых фармацевтов. И здесь есть, что предложить. В скором будущем в Почепе появится эндокринный завод. Это еще одно направление для подготовки не только медицинских кадров, но и фармпромышленности. А студент третьего курса узнавал, насколько рассчитана программа. Успеет ли вернуться работать на малую родину и жилье получить. Ответили, успеет. Количество квартир рассчитано с запасом. В завершении встречи отличники учебы получили из рук губернатора благодарственные письма. Андрей Мамошин, Иван Зюрев. События. Москва.